Вот такая икра баклажанная у меня получилась. Это все, что мне нужно будет для икры. Два баклажанчика, помидорки, два лучка, морковочка, перчик, чесночок и зелень любая, какую вы любите. Предварительно я нарезала баклажаны и замочила их в воде, обильно посолила. Вот они у меня такие, стоят в водичке, чтобы не было горечи. Вот мои овощи уже все нарезаны. Я хотела показать вам, с чего я буду начинать жарить икру. Я буду начинать с перца. Перец у меня целиком, я его не нарезала специально. Делаю надрезы. Перчики я буду обжаривать целиком. А теперь мне надо их посолить. Соль добавляем внутрь. В каждый, в каждый перчик. Так перчик можно пожарить и как самостоятельное блюдо. Вот я обжарила перец на сильном огне. Теперь несколько штук убираю. Те, которые мягкие уже стали, больше обжарились. Они у меня целиком останутся. А два перчика вот оставлю. У меня обжарился лук с морковкой. До золотистой корочки. Теперь можно добавлять баклажаны. Электромыло. От водички с солью. Итак, здесь я вот под крышкой. У меня обжарились баклажаны. А теперь я добавляю такие мягенькие стали. Обжарившие. Теперь я добавляю помидоры. Все они крупные, смачные. Помидоры и чеснок. Теперь время чеснока. Да, теперь можно посолить. И обжариваю еще 10 минут. На среднем огне. Прошло 10 минут. Посмотрим, каков результат. Па-па-пам! Вот такие химические процессы у нас здесь происходят. Такую красотень жарим. Практически уже, я бы сказала, все готово. И морковка, и баклажаны. Осталось добавить зелень в самом конце. Добавляем зелень. И закрываем крышку еще на несколько минут. Очень красивое блюдо получается. И очень вкусное. Так, финальный аккорд. Теперь на перчик нужно раздавить чесночек. Свежий. Ну, это как по желанию. Я обычно делаю так. Вот такая икра баклажанная у меня получилась. Просто буйство красок. Все отдельно. Перчик отдельно. Баклажанчики отдельно. Помидорчики отдельно. Сейчас все это будем вкушать. Спасибо. Спасибо.